Сегодня у нас первый компьютерный томограф поступил в один из инфекционных госпиталей, это 12-я больница. Помещения к этому времени для него уже были подготовлены, соответственно, уже начинается непосредственно монтаж тяжелого оборудования, после которого будет получен паспорт, санэпидзаключение, ну и мы его пустим в работу в кратчайшие сроки. И, напомню, в 12-й больнице у нас 160 коек развернуто, соответственно, там проходит лечение больных с ковид. КТ-диагностика – это основной диагностический элемент, помимо лабораторного исследования сегодня при этом заболевании, напоминаю, поэтому это хорошо, что у нас вот начала техника поступать. В ближайшее время ожидаем поставку второго, уже в пятую больницу, а не самые первые у нас два контракта заключили. Я думаю, тоже скоро он у нас физически прибудет в это учреждение. По сводке все на сегодня. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Вчера губернатором Волгоградской области было подписано очень ожидаемое и, надо сказать, довольно знаковое постановление, изменение в действующее постановление 179-е об установлении режима повышенной готовности, которое содержит перечень ограничений и правил поведения на период действия режима повышенной готовности. Это постановление содержит изменения, которые все очень долго ждали, надо сказать, потому что мы уже предыдущие постановления тоже содержали некоторые послабления режима, но, тем не менее, мы считаем, что именно в сегодняшнем, который с сегодняшнего дня уже опубликован и завтра будет действовать постановление, оно содержит как раз наибольший объем тех послаблений и смягчений ограничительных мер, которые позволило нам ввести прежде всего санитарно-эпидемиологическая обстановка. С 8 июня поступали предложения по поручению оперативного штаба от органов исполнительной власти, предложения о снятии ограничений, которые также обсуждались, анализировались губернатором и оценивались им, прежде всего, на предмет соответствия той ситуации санитарно-эпидемиологической, которая сейчас имеется и констатируется на территории области. После их глубокого анализа и согласования с главным государственным санитарным врачом Волгоградской области вчера на заседании штаба 15 июня, который проводил губернатор Волгоградской области, им были озвучены те из этих предложений, которые согласованы им с учетом мнения нашего управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, то есть мнения главного санитарного врача. Я озвучу вам сейчас все те изменения, которые вошли в то постановление, которое опубликовано. Оно было вчера поздно вечером, сегодня уже все с ним знакомы, и с завтрашнего дня оно вступает в силу. Я хочу сразу подчеркнуть, что это постановление по-прежнему содержит ограничения в определенных сферах, которые ранее были установлены, но при этом снятие или, как мы говорим, послабление режима достаточно значительное. Общий срок действия, предельный срок, на который продлеваются еще действия установленных ограничений, настоящим постановлением установлен до 15 июля, а если сказать точнее, до 14 июля включительно. То есть эту дату следует рассматривать так, что в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой, накануне, так же, как это традиционно, вы знаете, у нас уже принято накануне достижения указанной даты, будут обязательно принято другое постановление, которое будет предусматривать уже для всех нас следующий этап развития ситуации, и именно правовой ситуации регулирования в сфере режима поведения в период установленного режима повышенной готовности. Какие изменения предусматривает постановление, которое вступает в силу завтра? Завтрашнего дня, 17 июня, этим постановлением несколько расширен перечень тех оснований, которые позволяют не соблюдать режим самоизоляции, которые, то есть этот перечень исключений, как мы его называем, он расширяется. Какими? Разрешено передвижение граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство, имеют его в целях обеспечения деятельности и их личного подсобного хозяйства, это в первую очередь для сельской местности. А также рассмотрено и принято обращение Министерства юстиции с просьбой сделать исключение по режиму самоизоляции для адвокатов, которые прибывают для ведения дел на территории Лугоградской области из других субъектов. Как вы знаете, у нас до сих пор действует режим обязательной самоизоляции для всех лиц, прибывающих из иных субъектов, за исключением того перечня, который установлен, постановлением. Вот этот перечень дополнен также категорией таких лиц, как адвокаты, которые прибывают для представления интересов в судах. Но хочу сразу сказать, что вот эти ограничения, они действуют у нас, это я забегаю вперед, до 22 июня включительно. То есть с 22 июня общий режим самоизоляции, он уже прекращает действовать. И останется тогда это требование по обязательному 14-дневному режиму самоизоляции только для граждан, которые прибывают в Волгоградскую область из-за рубежа, то есть из-за границы. Также с 17 июня уже имеется поручение органам местного самоуправления рассматривать вопрос об организации деятельности в дошкольных учреждениях дежурных дошкольных групп. Такая просьба была у нас от комитета образования в оперативный штаб, такая просьба выступает от многих граждан вообще об открытии детских садов. Но, к сожалению, санитарно-эпидемиологическая обстановка пока не позволяет этого сделать. И просьба об открытии детских садов вообще так же, как и посещение школ Роспотребнадзором категорически не согласовывается. Поэтому согласовали вот такой подход, то есть в детских садах будут открываться дежурные группы. Непосредственно организации, потому что у нас сейчас очень много вопросов и звонков по порядку организации этих дежурных групп непосредственно все вопросы по их открытию, по численности деток в каждой группе, по возрастному их, по возрастной категории и так далее будут решаться органами местного самоуправления, к которым относятся эти дошкольные образовательные учреждения на территории каждого муниципалитета с учетом конкретной обстановки на территории муниципального образования. Разрешено посещение экзаменов обучающимися в организациях образовательных. Возобновлена деятельность МФЦ на территории области по оказанию всех услуг. Если вы помните, то у нас раньше были, мы поэтапно разрешали оказание наиболее важных и востребованных для граждан и для реализации прав граждан услуг. Теперь с 17 июня разрешена деятельность в полном объеме по реализации всех услуг, но с обязательным требованием предварительной записи. Разрешается начало возобновления деятельности государственных и муниципальных библиотек, но без посещения читального зала. Также начнут вновь оказываться в полном объеме деятельность архивных учреждений. Тоже очень востребованная услуга. Архивные учреждения также начнут работать. Очень ожидаемое и востребованное у нас было очень много обращений, и возобновляется репетиционный процесс в театральных, концертных, культурно-досуговых учреждениях. Также 17 июня. Разрешено проведение, начало проведения тренировочных мероприятий, но пока только для спортивных команд-мастеров. Это профессиональные спортивные клубы, которых у нас несколько на территории области. Возобновляется предоставление социальных услуг и социального сопровождения в очной форме замещающим семьям и семьям, находящихся в социально опасном положении по месту их жительства. Осуществляется тоже очень важное мероприятие. Это начало возобновления регулярных перевозок пассажиров и багажа. Это очень обсуждаемое и востребованное также мероприятие, которое очень долго согласовывалось и обсуждались его детали с управлением Роспотребнадзора. Я хочу обратить внимание, что с 17 июня не просто возобновляется движение в полном объеме транспорта, а начинается поэтапное возобновление. И комитету транспорта области поставлена задача, а также рекомендовано городу и иным муниципалитетам с 17 начать восстанавливать и не позже, 29 июня, полностью восстановить те все маршруты регулярных перевозок, которые существовали и были приостановлены в связи с введением режима повышенной готовности. И еще одно очень важное изменение. Сохраняется, хочу подчеркнуть, по-прежнему запрет на проведение массовых мероприятий, но теперь будет к этому вопросу иной подход. Массовые мероприятия у нас сейчас очень востребованы, у нас очень много заявлений о проведении и молодежных форумов, и там по линии туристических услуг различных тоже встреч, о проведении встречи на различных формах и уровнях по линии комитета сельского хозяйства, несколько заявлений и так далее, с приглашением также представителей из иных субъектов. То есть очень много. Поэтому принято решение такое, поскольку уже нужно, естественно, жизнь требует восстанавливать все процессы, в том числе и сферы управления и развития всех вопросов во всех сферах деятельности. Поэтому принято решение такое, что все массовые мероприятия, начиная с 17 июня, они могут проводиться только в случае рассмотрения предложений оперативным штабам. А вы знаете, что оперативный штаб принимает решение, естественно, по согласованию и после обсуждения, и с учетом мнения главного санитарного врача. То есть, поскольку мероприятия очень разного характера и требовалось будет обсуждение разного уровня и значимости, поэтому принято такое решение, что массовые мероприятия, начиная с 17 июня, могут проводиться по согласованию с оперативным штабом. Такие изменения будут с 17 июня, то есть завтрашнего числа. Хочу сразу же подчеркнуть, что все, что разрешено сейчас с завтрашнего дня, может осуществляться исключительно при условии соблюдения требований санитарно-пезинологической безопасности. Но это уже как бы мы и говорим по привычке, хотя это уже само собой разумеется. Какие изменения у следующего этапа, начиная с 23 июня? С 23 июня, как я уже несколько забегая вперед сказала, отменяется режим самоизоляции для всех граждан, за исключением тех, кто прибыли из иностранных государств. Хочу подчеркнуть, что гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, либо в иных помещениях, в том числе и на дачах, в жилых домах, за городом и так далее. Но это рекомендация для лиц, поскольку это наиболее уязвимая категория граждан по состоянию здоровья. Поэтому это рекомендация, а уже граждане сами решают, как с рекомендациями поступать. Также с 23 июня в полном объеме разрешается работа парикмахерских, косметических салонов, работа соляриев, массажных салонов, но исключительно по предварительной записи. Вы помните, ранее была разрешена работа указанных организаций, однако только по парикмахерским, по нескольким кодам экономической деятельности, который определялся комитетом промышленности, а иных организаций, в том числе косметических салонов, только тех, которые имели право на работу по медицинской лицензии. Вот такие изменения будут с 23 июня. Я о первом блоке изменений говорила долго, здесь коротко, но на самом деле вот этот блок изменений, он, наверное, самый объемный, поскольку он отменяет режим самоизоляции, а это очень емкое понятие, которое включало в себя очень много запретов, действий и установок.